Ахахахаха! 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 Ахахахахаха! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале WatchGods, и сегодня к нам в руки попало эксклюзивное интервью, которое взяла одна наша журналистка специально для нашего канала. Как вы поняли из превью, интервью это было взято у Джокера. Что ж, не буду долго вас томить, давайте послушаем. Здравствуйте, Джокер! Здравствуй, красавица! Ну и вы, мои дорогие овечки, тоже привет! Почему овечки? А разве кто-то из вас сомневается в вашей роли в этом большом казино под названием Жизнь? Советую протереть ваши глаза и посмотреть на окружающую вас действительность более чистым взглядом. И знаешь, я бы хотел сегодня поговорить о стабильности. Вообще, я думала задать первый вопрос не об этом. Да мне плевать, чего ты там думала, я хочу говорить о стабильности. Честно говоря, ты и стабильность как-то не особо укладывается в моей голове, скорее наоборот. Тебя это удивляет? Поверь, просто ты не знаешь, что это такое. Единственная стабильность в этом мире – это его величество хаос. Хаос? Какая же стабильность может быть в хаосе? Ты снова удивлена? Я же говорил, просто протрите ваши глаза и оглянитесь вокруг вас, что же вы видите? Вы видите, как жизнь кипит, но это лишь иллюзия, кратковременное помешательство в погоне за призрачными идеалами. Стоит этому всему вновремя приостановиться, как тотчас же начнется процесс разложения. Все, что создано, абсолютно все будет однажды уничтожено. Это повторяется бесконечное количество времени, произведения искусства, научные достижения, города, страны, целые цивилизации. Все это в итоге будет сметено и очищено хаосом, потому что только хаос стабилен в нашей жизни. Он преследует нас повсюду, и это казино принадлежит ему целиком и полностью. Просто еще не все это поняли. Слушай, ну раз уж разговор принял такой оборот, объясни поподробнее. Дорогуша, а ты не блещешь умом, да? Ха-ха-ха-ха. Ладно, давайте я вам немного проясню картину. Хаос существует абсолютно везде. Только время и человеческие усилия тщетно пытаются сдержать его напор. Это как основная сила притяжения на Земле. Человек рождается из хаоса в целое, и затем из целого вновь превращается в хаос. Как прекрасна эта женщина вечером перед сном, но что же мы видим, когда просыпаемся? Верно, полнейший хаос, а вовсе не ту красотку, которая была вечером. Даже тело требует постоянного внимания. Все эти потуги в виде диет, спортзалов и прочей ерунды, лишь жалкая попытка вырвать хотя бы на время свой жалкий кусок из пасти хаоса. Но, как бы вы ни старались, вы все же превратитесь в старый облезший кусок материи, состоящий из дряблой кожи, гнилых зубов и прочего. Потому что материя всегда стремится к своему началу, а начало материи – это всегда хаос. Ну, знаешь, ломать не строить. Разрушать вообще не так уж сложно. Мне кажется, тут не надо большого ума. Разве нет? Умничка, ты задала правильный вопрос, хотя даже сама этого не осознала. Скажи, а зачем тебе вообще напрягаться? Разве ты делаешь это не против своей воли? Почему тебе должно быть тяжело? Посмотрите, как это легко – создавать хаос. Не нужно совершенно никаких усилий. Он сам несет тебя на волне своей. Людишки все время копошатся. Они так жалко стараются отодвинуться от хаоса во всем и везде найти порядок. Строят небоскребы, бесконечно убираются в своих жилищах, создают предметы искусства, какие-то социальные нормы и прочее и так далее. Ну скажи, разве это не бесполезная суета? Зачем они все это делают? Все это издохнет, как старая кляча под ударами хлыста и вернется туда, откуда и вышло. Ну, взять хотя бы тебя, дорогуша. Ты когда-нибудь задавала себе вопрос, зачем я это делаю? Вообще, какая твоя конечная цель? И что самое главное, кто тебе сказал, что у тебя должна быть какая-то цель? Давай-ка поразмыслим над вещами, которые вполне привычны для человеческого общества. Например, представь, что ты застряла где-то на острове ни одной живой души, ни одного человечка, только куча пальм с кокосами и птичками. Итак, вопрос. Станешь ли ты сооружать себе спортзал, чтобы напрягаться там день через день, выполняя однообразные действия, чтобы показать кому-то, какая у тебя упругая задница? Лишь за тем, чтобы очередная порция кобелей обернулась тебе вслед, ты это делаешь? Нет, это все никому не нужно, все это просто показуха. А может быть, ты будешь каждое утро бегать? И читать книжек у тебя едва ли получится, ведь их нет. Писать их не на чем, да и некому, ведь никого рядом нет, совсем никого. И я дальше знаю, какой следующий вопрос ты мне задашь. И какой же? Сначала задай, а потом уже я скажу. Ну тогда ведь на любой вопрос, который я задам, ты скажешь. Именно об этом вопросе я и подумал. Ха-ха-ха-ха, ты молодец, не такая уж глупенькая, как кажешься. Ладно, сыграем по-другому. Наверное, ты хотела спросить, а что же тогда делать? Ну вообще да, именно это я и хотела спросить. Потому что этот вопрос логически вытекает из твоей предыдущей реплики. Логично вытекает только предсказуемость из своей головы. Я же сказал, что знаю твой следующий вопрос. А знаешь почему? Почему? Потому что ты, как и все эти живые мертвецы, вечно следуешь планам. Тебе эти планы навязали, и вскоре ты настолько к ним присрастился, что уже даже в обычной беседе просто не можешь иначе. Ладно, Джокер, давай про планы потом. Ответь на вопрос. Если по-твоему делать ничего не надо, то что тогда делать? На это есть совершенно простой ответ. Ничего. Да-да, именно ничего. Почему человек всегда стремится что-то делать? И он ли стремится к этому на самом деле? Или ему это навязали всякие прохвосты своими идиотскими идеями? Вроде того бреда, что труд сделал из обезьяны человека. Черт, кто-то вообще верит в эту чушь? Никогда ли, знаешь ли, не встречал такую глупую мартышку, которая ни с того ни с сего взяла бы в руку палку и начала чего-то там делать? И уж тем более делать это для кого-то, особенно для тех, кого она даже в глаза никогда не видела. Делать, знаете ли, это совершенно не сложно. Это занятие для деградантов. Вот ничего не делать и при этом не чувствовать себя каким-то неполноценным. Вот это по-настоящему непросто. Слушай, ну а зачем, по-твоему, вся эта гонка? Правильнее спросить не зачем, а для кого. Для вас же самих. Вы сами постоянно стремитесь залезть на вершину, которой нет. Почему нет? Нет. Потому что вы, как ужаленные пчелой, никогда не можете остановиться. Вам постоянно чего-то не хватает, какое-то стадо вечно неудовлетворенных приматов. Добились одного, тут же надо искать другое и так далее. А тот, кому посчастливилось забраться высоко, такой же жалкий в действительности, как и тот, что находится на самом дне. Не верите? Посмотрите на этих бумажных безумцев. Деньги, 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 деньги. Куски мяса, которые сделали себя рабами кусочков бумаги. Ха-ха-ха. Этот сценарий не тянет даже на третий сортный порнофильм. Но ты ведь тоже не всегда был Джокером. Ты ведь был обычным человеком и тебя тоже интересовали вполне привычные вещи. Когда-то давно я был простым и глупым человеком, которого, как и тебя и остальное стадо, интересовали самые обычные и, что самое противно, невероятно скучные вещи, предметы жизни, машинка, кредит на дом, счастливая семья, арендованная на пятьдесят лет места на кладбище. Но однажды я понял, что все это неправда, и родился его величество Джокер, покорный слуга вашего освобожденного разума, который открывает вам дорогу к совершенной свободе. Я осознал, что весь этот никчемный карточный мир, который построил львишки, рано или поздно окажется под землей, где ему и место. Огромная мировая мокила из бетона, железа и плоти. Тогда я задам вопрос, который прозвучал чуть ранее. Почему ты так негативно относишься к любого рода планированию? Я человек, который не строит планов. Меня тошнит от этого слова. У хаоса только один план, никакого плана. Посмотри, посмотри на этих вечно планирующих все, людишек. Они могут навешать любую лапшу на ваши большие ушки. Можно похоронить целую страну, и никто даже не шелохнется. Главное — объявить, что все это какой-то там план. Любые жертвы, любые действия — все утверждено и запланировано. И вот, никто не беспокоится. Никто не переживает, потому что все идет по плану. Ну разве это не безумие? Как после этого у вас вообще поворачивается язык называть безумцем меня, когда в действительности единственные и настоящие безумцы — это вы. Те, которые строят планы с одной стороны, и те с большими ушами, которые водружают на себя тонны этой гнилой разносортной лапши. Ну тогда скажи, что, по-твоему, является главным плюсом хаоса? Главным плюсом является то, что он никогда не врет. Он идет уверенной поступью и никогда не будет вас обманывать, потому что обман — это тоже часть плана. Цель обмана заключается в том, чтобы его приняли за правду. Но хаос не настолько слаб, что подевает на себя эту старую протертую маску лжеца. Наоборот, он всегда весел, бодр и свеж, потому что делает то, что захочет сам. Тогда, когда захочет и где захочет. И самое главное — если вдруг нечаянно он внезапно оборвется, он не будет расстраиваться. Не будет. Потому что хаос не привязан ни к чему, даже к собственному существованию. Расскажи о Бэтмене. А, наш общий друг, мистер Летучая мышь, борец за справедливость, защитных слабых, ну и так далее. Я знал, что ты обязательно спросишь меня о нем. Скажи, почему ты берешь интервью у меня и при этом обязательно нужно вспомнить его? Пригласи и спроси у него сама, если тебе так интересно. Если зрители захотят, я приглашу. И тоже спрошу у него о тебе. Обещаешь? Обещаю. Обещаешь? Обещаю. Обещаешь? Я же сказала, обещаю. Смотри, ты трижды обещала. Да о чем там говорить, посмотри на его морду. Серьезно, вы видели его лицо? Скажите, он вообще когда-нибудь бывает расслаблен? Такое ощущение, что у него в одном месте цветет огромный кактус, который не дает ему покоя. Вечно сосредоточенный, задумчивый и вечно неудовлетворенный, и, как следствие, всегда напряженный. И именно поэтому он просто не может выиграть. Потому что тот, кто постоянно напряжен, тот сопротивляется сам себе, своей собственной природе. А тот, кто весел и расслаблен, похож на Будду, познавшего истинное спокойствие. Я не напрягаюсь, потому что не прячусь под маской. Да, у меня есть привычка размалевывать себе лицо, но поверьте, на это существует лишь одна причина. Просто мое личико с недавних пор начало пугать людей. А я не всегда люблю пугать. Я люблю веселить, потому что я клоун. Я комедиант, а не какой-то там Фредди Крюгер. Знаешь, помимо веселья, ты ведь еще и убийца, в отличие от того же Бэтмена. Дорогуша, не разбив яйца, омлет не приготовить. Вы почему-то не ропщите на время войны, болезни, катаклизмы, политику и так далее. Заметь, они унесли в миллиарды раз больше людей, чем я. И я никогда не ставил прямой цели лишить кого-то жизни. Не наоборот, я вижу себя освободителем разума человечества. Я всегда хочу иногда немножко только чуть-чуть напугать, чтобы хоть кто-то хотя бы немного прозрел. Да, я не буду скрывать, иногда мои способы кажутся жестокими, такова жизнь. Мы не в раю и, в отличие от Бэтмена, я не строю из себя героя. Я готов принять то, что общество меня ненавидит, но оно ненавидит меня лишь по одной причине. Только не говори, что потому, что оно не понимает тебя. Оно не понимает не меня, а в первую очередь самого себя. Это хороший ответ. Но скажи, а что ты будешь делать, если проиграешь? И не сможешь воцарить хаос? Журналист, ты мыслишь не теми категориями, потому что оцениваешь жизнь с привычными для общества взглядами, заложенными в него системой. Пойми, я не отношусь к жизни как черному или белому. Это удел Дента с его бестолковой монетой. Выиграть или проиграть – это уже план. Это уже два варианта исхода с планированного действия. Это уже предсказуемость. Я играю не потому, что хочу выиграть или боюсь проиграть. Я настоящий игрок. Я играю не за какой-то приз, а просто потому, что мне нравится играть. Вот и все. Я живу и играю. Я умру и перестану играть. Для меня это одно и то же. Я ставлю на кон все, потому что мне нечего ставить. И в этом моя сила. В этом мое отсутствие слабости. Именно поэтому я говорю обо всем открыто. Моя сила в том, что я ничего не скрываю, потому что мне нечего скрывать. Бэтмен это знает. И именно поэтому он боится меня больше всех остальных. Почему? Потому что больше всех боятся надо того, кому нечего терять. И если человеку нечего терять, значит манипулировать им невозможно. Против него нету средств. Его нельзя купить, запугать или переубедить как-то воздействовать. На него именно в этом моменте Бэтмен проигрывает. Он не может меня убить. Ему не позволяет его внутренние установки морали. А я могу, потому что у меня этих моральных ограничений нет. Хорошо, мистер Джокер, спасибо за интервью. Мне вообще понятна твоя позиция. И последний вопрос. Только не вздумай спрашивать меня о том, откуда эти шрамы на моем лице. Я ненавижу этот вопрос. Что же, еще раз спасибо за то, что согласились дать мне интервью. Но знаете, я все же не буду желать вам удачи. Она мне не нужна. Я не полагаюсь на какую-то там удачу. А вообще-то мне понравилось так, что... Кто там сейчас слушает нас? Ну-ка быстро поставил палец вверх. Подписался на канал WatchGhost. И не забудь про репост. Пусть все знают, что Джокер это не просто какой-то размаленный клоун. Джокер это носитель хаоса. Кстати, журналист. Ты не против, если я напоследок задам и тебе один вопрос? Конечно. Что за вопрос? Че ты такой серьезный? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...